якутский шаман александр габышев пытался дойти до москвы шел из якутии шел несколько месяцев и мы знаем что на границе между бурятии и иркутской области его задержали и вернули назад вообще это напоминает какое-то такое издевательство или игру знаете когда фишку передвигают по квадратикам обратно на исходную позицию но что это вопрос чего же так испугалась власть ну шаман но идиот он шел мир прочим уже несколько месяцев пешком из якутии через сибирь бурятию к иркутской области шамана задерживала 40 человек вооруженных спецназ судя по всему в общем больше чем американцы использовали при захвате бен ладена операция судя по всему согласовывалась на самом высоком уровне зачем почему чем так страшно шаман гуляют в интернете разные версии ну например говорят что шойгу специально пробил вот это решение что надо шамана остановить потому что то шойгу свои тувинские счеты с якутскими шаманами может быть есть еще и версия что путин резко почувствовал себя плохо и будут человеком суеверным как в общем и вся российская элита решил что виноват этом шаман но на самом деле мне кажется что есть гораздо более серьезные основания что же все-таки происходит поход шамана это ведь не просто эксцентричный акт одного конкретного человека но начнем с того что шаман дал довольно толковый политологический анализ ситуации ведь он же не сказал что просто ударит в бубен и путин исчезнет нет он сказал что российское общество заколдовано и из-за этого колдовства которое на жил на россию путин люди стали пассивными разобщенными не способны к политическим коллективным действиям соответственно не способными защищать свои права и в общем-то атомизированное общество получается то есть общество не готовое бороться за себя и вот он ударит в бубен и чары падут колдовство рассеется всю порчу снимите стресс недельный стресс а 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 прошу к говоря колдовство рассеивается уже со времени пенсионной реформы и рассеивает его сама власть Но так или иначе удар в бубен мог бы быть таким вот последним ударом, зафиксирующим это новое состояние общественного сознания. И самое главное, действительно, по мере того, как шаман шел все дальше и дальше в сторону Москвы, обнаружилось, что его встречали положительно, его встречали одобрительно. И вот представьте себе, что шаман бы все-таки дошел бы до Урала и потом пошел по европейской части России. А по дороге бы его встречали тысячи и тысячи людей, приветствовали, может быть, присоединились бы к нему. А черт знает, чем это кончилось. Походу на Москву, может быть, тысяч людей уже в конце концов. Иными словами, шаман выявил ситуацию в обществе. Конечно, российское общество удивительное. Ему нужно, чтобы кто-то ударил в бубен и снял чары. Само оно объединиться упорно не может. Оно не может стихийно организоваться и подняться. Кто-то должен толкнуть, кто-то должен поднять знамя, объявить и так далее. Но так или иначе, ситуация выявилась. Шаман страшен для Путина тем, что он пытается пробудить полуспящее российское общество, которое в любом случае просыпается. И когда оно проснется, власть почувствует это на себе самым серьезным образом. Субтитры создавал DimaTorzok